На доске размером 5х5 поставьте 16 коней, чтобы каждый из них бил ровно двух других. А на 5х5? Да. Это совсем простая задача. А сколько коней? На доске размером 5х5 поставьте 16 коней. 16? Да. Чтобы каждый из них бил ровно двух других. Хорошо. То есть на первый взгляд кажется, что слишком много, но на самом деле нет. Я наносила плюс 5х5, теперь осталось поставить крестик. И ровно 16 штук. А, да. Потому что углов 4 и еще 5 клеток в центре такой крест. А 4 плюс 5 это 9. Да. Но я видел, что каждая метра имеет ровно пустосидень. Совершенно верно. С точки зрения коня ровно так. Да. Отлично. Посмотрите, что можно обойти. Понятно? Да. Да. Все идет. Да. Отлично. Ребята, а теперь задача чуть-чуть посложнее. Докажите, что больше, чем 16 нельзя. Нельзя. Поставь больше, чем 16 коней, чтобы каждый пил ровно 2 у других. Нельзя. Мы придумали пример, когда 16 коней стоят. А теперь вторая часть задачи. Докажите, что это наибольшее количество. Что не бывает больше, чем 16. Оценка плюс пример. Да. Типичная задача. Давайте я чуть-чуть вам помогу. Смотрите, видите, доска пятна пятна, она не очень большая. Поэтому клетки можно таким образом смотреть. Сначала посмотрим на угловую клетку. Может ли так случиться, что в угловой клетке какой-нибудь конь стоит? Да. Представьте, здесь стоит конь. Вообще-то он должен бить двух коней. Каких коней он делает? Этих, правильно? Замечательно. Может ли так случиться, что вот этот конь тоже, соответственно, наш? Смотрите, если этот конь тоже наш, то в таком случае мы сразу видим, что на довольно большом количестве мест кони стоять не могут. Давайте я сразу говорю. Здесь конь стоять не может. Здесь не может стоять конь. Здесь не может стоять. Все, что бьют эти кони, оно должно быть свободным. Так, что еще? А вот это конь должно быть, потому что этот конь бьет. Ну, симметричное. Ну, что ты это, более. Все? Теперь. Замечательно. Сколько уже этих болей? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все. Уже на десяти клеточках хоть стоять не может. Значит, этот вариант прям отлично. Значит, здесь не может быть. Я все эти минусы стираю. А ну, что же здесь не может быть? Ведератор, кого-то, как говорится, куда-то должен дойти. Ну, здесь дальше пять, или еще варианты. Если пойдем сюда, тогда мы обязаны потом... Да, но здесь большой перебор. Здесь большой перебор. Наверное, наверное, все-таки как-то надо по-другому решить эту задачу. Решение начинается с того, что когда у нас есть доска размером пять на пять, если каждый конь бьет ровно двух, то фактически у нас есть такие циклы. И в этом цикле белые и черные чередуются. Значит, белых и черных порвут. На доске у нас черных клеток, смотрите, сколько. Раз, два, три. Видно, что черных клеток на арку больше, чем белых. Правильно? Тринадцать черных и двенадцать белых. Значит... Значит, сцены не говорили? Нет, ничего не значит процентов. Это значит, что свободных черных клеток на одну больше. Таким образом, если бы у нас было коней больше, чем шестнадцать, то их было бы либо восемнадцать, либо двадцать, либо двадцать два, либо двадцать четыре. Ну вот, надо выбирать между этими количествами. Ну, двадцать четыре, это, конечно, слишком. Это все, кроме одного клетка, конечно, не бывает. Но давайте читаем решение дальше. Заметьте, что если бы конь стоял в центре, то было бы... Смотрите, если конь стоял в центре, то вот эти клеточки, сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Они все пробиты этим, из них было бы замолвано максимум две. Значит, у нас уже были бы шесть белых свободных клеток, столько же черных, это уже слишком много. Значит, в центре ничего нет. Вот, мы уже узнаем процент. В центре ничего нет. Разобьем белые клетки на четыре группы, и программируем их следующим образом. Вот это будут белые клетки цвета один, вот это вот будут белые клетки второго типа, это третьего, а вот это вот будут белые клетки четвертого типа. Докажем, что при оптимальном расположении коней хотя бы одна клетка, одна клетка в каждой из групп пуста. Отсюда будет следовать, что хотя бы четыре свободных белых клетки есть. А если у нас есть четыре свободных белых, то у нас не меньше, чем пять свободных черных. Четыре плюс пять, девять, значит, все получается, потому что двадцать пять минус девять, это, пока шестнадцать. Значит, предположим, что на всех клетках какой-нибудь из групп стоят кони. Например, предположим, что кони стоят во всех клетках третьего типа. Вот представьте себе, что такие кони есть. Конь, стоящий вот в этой клетке на поле А4 бьет какие клетки? Он бьет это и это, цитарь. Но центральных коня нет, значит, здесь обязательно стоит пол. Поняли? Так, ура! Точно так же этот поле бьет вот эти, центральных коня нет, значит, здесь обязательно стоит пол. Ну и значит, со самого правого коня бьет четыре. Так, все. Этого коня бьет четыре, а это нельзя. Мы все решили. Ребят, разумеется, на самом деле решение очень трудно придумать. То есть, когда ему рассказываешь, кажется, что легко, а на самом деле додуматься до этих самых четырех типов, это совсем не так просто. Но с другой стороны...